Елена Залялова сегодня с гордостью и трепетом вспоминает школьные годы. В 1974 году, будучи шестиклассницей, она предложила своим учителям найти жителей Куйбышевской области участников первого парада Победы. Их поиском занимался весь коллектив 120-й школы. Организовали отряд красных следопытов. Интернета тогда не было. Сведения об участниках парада собирали по крупицам. Из публикаций в газетах, журналах и в книгах. Давали объявления, спрашивали друзей и знакомых. Так нашли первых двух участников парада Победы 1945 года. Николая Щеканова и Александра Тюхтеева. Нам было очень интересно и мы работали от души, когда ходили и разговаривали с людьми и искали ветеранов. Работа принесла свои плоды. В школу стали приходить письма от ветеранов и их родственников. К весне 1975 года список земляков, участников первого парада Победы, составлял 19 человек. Они стали почетными гостями на торжественном вечере во дворце спорта авиационного завода, который был посвящен 30-летию разгрома фашистской Германии. Это люди, которые не воевали в одной дивизии, не воевали на одном фронте. Это были люди, которых свело одно событие. Парад Победы. Это люди красивые, это люди стойкие, это люди отважные, с которыми очень интересно было общаться. Архив документов и исторических экспонатов разрастался, и руководство школы задумалось о создании музея, участников парада Победы. Первым ее директором стала учитель истории Лилия Ивановна Сидорина. А когда она ушла на пенсию, дело продолжили ее ученики и директор школы. Наша задача сейчас с помощью того, что собрано в музее, сохранить как можно дольше память об этой войне, о людях, которые в ней приняли участие, о той победе, о которых нельзя забывать даже через 75, через 100, через 150 и так далее лет. Сегодня в музее представлены не только документы, но и находки с полей сражений Великой Отечественной войны. Поисковый отряд 120-й школы ведет разыскную работу много лет. Поиск участников парада продолжается и сейчас. В школьном музее бережно хранятся фотографии и документы 165 солдат. Ветераны часто приходили сюда, рассказывали школьникам о войне. В этом году никто из них прийти уже не сможет. К сожалению, участников парада нет в живых. Но память о героических земляках живет. В музее хранятся сведения о 187 участниках того памятного парада Победы 24 июня 1945 года в Москве. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События.